Друзья, всем большой привет! С вами Катя, преподаватель ЕГЭ по биологии, и сегодня мы с вами поговорим о том, что вас ждет на ЕГЭ в 2024 году. Важно понимать, что эта информация, о которой я сегодня расскажу, это не что-то, что мне пришло в медитации, во сне, или я там сидела, гадала на картах Таро, или кофейной гуще. Нет, конечно же, это то, что основано на анализе различных материалов от FIPI, это вебинары составителей, это задания ЕГЭ прошлых лет и так далее и тому подобное. Так что это не что-то, что я сама резко придумала и ткну пальцем в небо. Нет, конечно, может встретиться, может не встретиться, но в любом случае повторить это лишним не будет. Поехали! Сразу к делу, задание 1. Сначала пойдемся по заданиям, потом немножечко по некоторым темам, особенно по темам, которые у многих западают. Задание 1. Здесь ничего сложного, мы уже привыкли, что там могут быть разные картинки, но просто на всякий случай вот так вот выглядит рентгено-структурный анализ как метод. Слева картиночка из учебника Теремова-Петросова, а посередине картиночка с реального экзамена прошлого года, только в прошлом году уже был дан ответ. Да, это первая строчка. Задание 4, где у нас генетика, там нам обещают в этом году только моногибридное скрещивание и, конечно же, оно может быть написано текстом, но может быть и родословной. Вот родословные почему-то у многих вызывают проблемы. Давайте с вами решим два задания. Вы должны помнить, что может быть как аутосомное наследование, так и сцепленное с полом. Сейчас посмотрим и на одно, и на другое. Поехали! По изображенной на рисунке родословной определите вероятность в процентах рождения в браке, отмеченном цифрой 1. Ребенка с проявившимся признаком. Ну, здесь нам даже сказали, что уже полное доминирование, так что здесь достаточно скучно. Ну, полное доминирование, значит, здесь точно А большое будет у них, раз у них признак проявился, да, а признак у нас доминантный. И у нас родился ребенок без признака, значит, у него генотип А малая А малая. И как он мог получиться? Он получился в результате слияния двух гомет А малая плюс А малая. Значит, одну А малую он взял от отца, вторую от матери, и нам нужно скрестить эти два генотипа. Нам нужно записать в ответ, что вероятность рождения ребенка с проявившимся признаком, ну, здесь у нас будет ответ 75. Можете расписать скрещивание. В целом, в родословных, если вы видите, что признака много, он встречается в каждом поколении, то, скорее всего, это будет доминантный признак. Если признака мало, он встречается там через поколение как-то, то, скорее всего, это рецессивный признак. Но никакой шаблон вам здесь не поможет. Нужно прям брать, смотреть на конкретное скрещивание и анализировать конкретное скрещивание. Потому что, например, если бы мы предположили, что признак у нас здесь рецессивный, да, то тогда бы А малая А малая А малая А малая А малая. И как у нас поменялось тут в потомстве? Непонятно. Вот, так что смотрим на расщепление, анализируем его. Плюс, если у вас вот такая ситуация, где признак проявляется только у мужчин, то, скорее всего, это сцепленное с полом наследование. Сцепленное с полом наследование, при этом рецессивное. Да, ну, что нам здесь нужно найти? Наслить вероятность рождения ребенка с признаком у родителей 1 и 2, у вот этих вот родителей. Галандрический тип наследования, то, что многие думают, он у вас как будет проявляться? Ну, во-первых, сомнительно, что он будет в четвертом задании, но если будет, то он будет у всех мужчин по линии, да, то есть у вот этого будет, у вот этого будет, у вот этого будет проявляться, у вот этого, у вот этого, у вот этого, у вот этих все, а, нет, у вот этого, да, это же у нас уже другая семья. В общем, у всех по отцовской линии, абсолютно у всех, он полностью передается там. А здесь у нас х-цепленная, х-цепленная рецессивная, так передаются признаки. И давайте тоже посмотрим. Получается, мужчина у нас квадратик, да, х, у, женщина х, у, и у нас родился мужчина х, а маленькая у. Откуда он взял а маленькую? У, он взял от отца, а маленькую он взял от матери, да. Одна гомета идет от отца, вторая от матери, значит, у мать была гетерозиготой. Именно а большой здесь, потому что признак у нее не проявляется. Мужчина х, а большое, у, потому что признак у него не проявляется. Ну и дальше мы их скрещиваем, пишем гометы. У мужчины гометы х, а, у женщины гометы х, а большое, х, а малое. И дальше, собственно, пишем потомство ха большое, ха большое, ха большое, ха малое, ха большое у и ха малое у. И нам нужно найти вероятность рождения ребенка с признаком. Он у нас такой тут 1, 1 деленный на 4, то есть ответ 25. Если бы вы здесь подумали, что у вас признак будет доминантным, да, то у вас бы просто ничего не получилось. То есть тогда по такой логике отец должен быть ха малое у, мать должна ха малое, ха малое. И как тогда у вас получился ребенок с признаком. В общем, всегда просто анализируйте потомство, достаточно легко решаются все эти задачи. Едем дальше, задание 5.6. Обратите внимание на жизненные циклы, на картинки жизненных циклов, как растений, так и животных. Здесь мы видим, что вот у нас диплоидное поколение, нам это обозначено. Это все картинки тоже с ЕГЭ, не откуда-то там еще. Поэтому, ну вот у нас, да, диплоидное поколение, гоплоидное поколение. Диплоидное поколение, это у нас что? Это у нас спорофит у растений, да. И у растений гометы образуются митозом, а споры миозом. У животных, наоборот, гометы образуются миозом. Соответственно, вот у нас по цифре 1 наш спорофит. Спорофит миозом образуют споры. Споры прорастают, образуют гометафит. Гометафит. Гометафит образуют гометы. Метозом гометы образуются. Ну и дальше вот у нас идет слияние гомет и образуется зюгота. Все легко. Жизненный цикл животных. Аналогично видим. Диплоидное поколение. Или вообще легко можно начать вот с этого. Вот это вы точно знаете. Здесь у нас образуются 4 типа половых, 4 типа клеток. Они гоплоидные. Значит это у нас образование происходит половых клеток. То есть здесь происходит у нас миоз. И соответственно кто у нас образует половые клетки? У нас образует половозрелая особь. Значит 7 это будет половозрелая особь. Дальше эти гометы. Вот они показаны. Они сливаются. Образуются зюготы. Дробление зюготы. И снова формирование взрослого организма. Даже если вы совсем не знаете что изображено на рисунке. То читайте характеристики, которые у вас даны в 6 задании. И внимательно обращайте внимание. У вас там написаны характеристики с одной стороны. Или там признаки. А в другом столбце написано либо структура, либо процесс. Либо там часть чего-нибудь. И вот это тоже еще одна подсказка. Даже если вы совсем не знаете. Смотрите на этот столбец. Смотрите на сами характеристики. По самим характеристикам. Даже если вы чего-то не знаете. Иногда легко догадаться. Также обратите внимание на всякие разные ферменты. Различных матричных процессов. В линии 5-6. Вот здесь, например, у нас показана репликация. И нужно знать, чем занимается каждый фермент. Вот у нас ДНК полимераза. Фрагменты о казаке. Тоже все это спокойно может быть. Это уже то, что нужно знать для ЕГЭ. А вот здесь у нас изображена транскрипция. Первый этап биосинтеза белка. Очень многие путают транскрипцию и репликацию. Но они абсолютно разные. То есть у вас здесь есть репликационная вилка. Здесь нет репликационной вилки. Здесь у вас ДНК полностью расплетается. С одной стороны. Здесь у вас часть расплетается. И опять-таки все эти ферменты нужно знать. Обязательно обратите на них внимание. Все это может встретиться в этом году. Еще одна сложная достаточно картинка. Тоже с ЕГЭ. Что у нас здесь изображено. Давайте тоже кратко обсудим. Ну четвертое понятно. Вот он наш зародыш. Дальше у нас здесь есть хорион. Хорион у нас формирует плодную часть плаценты. И препятствует чрезмерной потере воды амнионом. Вот у нас амнион. И собственно третье это амниотическая полость. Амнион это водная оболочка зародыша. Которая заполнена амниотической жидкостью. Это водная среда для того, чтобы развивался зародыш. Потом что у нас тут еще есть. У нас под цифрой 5 желточный мешок. Желточный мешок это орган кроветворения. Шестое это у нас пуповина. Седьмое алантоис. Алантоис участвует в формировании связи зародыша с материнским организмом. Вот и также там накапливаются продукты обмена веществ. Если очень кратко. И восьмое здесь у нас будут ворсинки хориона. Тоже у многих почему-то из год в год с этим проблемы, с этой картинкой. Идем дальше. Задание 9.10. Которые у нас на ботанику, на зоологию. В общем на разнообразие организмов. Здесь обратите внимание пожалуйста на внутреннее строение животных. Например в прошлом году попался вот такой вот прекрасный паучок. В целом есть на это такая тенденция, тренд. В Стадграде тоже были различные срезы. Там срез ланцетника тоже. Хотя бы просто взять какой-нибудь учебник и пролистнуть внутреннее строение. Чтобы вы знали там где у кого находится сердце. Чтобы вы вообще поняли чей разрез вам нарисовали. Плюс органы различных животных. Вот например тоже задание. Чем отличаются сердца разных классов позвоночных животных и так далее. Могут нарисовать. Плюс циклы паразитических червей. Тоже из года в год с этим у всех проблемы. Тоже спокойно могут дать. Ботаники тоже. Жду различные срезы. Как в прошлом году был срез корня. Какой-нибудь срез стебля тоже. Тоже это все нужно посмотреть. Если вы никогда еще на это не смотрели. Во второй части в прошлом году было достаточно много срезов. Там срез листа. И что-то вас спрашивается. Вам нужно там посмотреть. Там погруженные устицы. Еще что-то такое. Поэтому если вы никогда не смотрели срезы различные. Или не обращали на них внимания. То самое время просто взять. Быстренько пройтись по ним. По внутреннему строению. Едем дальше. В задании 21. Может быть у вас биологическая ошибка. Вам здесь говорят. Запишите в ответе цифры. Под которыми указаны выбранные утверждения. То есть как будто подразумевается. Что хоть все 5 можно выписать. Но здесь как правило 2 пункта. И здесь может быть биологическая ошибка. Ну например. Среди исследуемых парнокопытных животных. Наименьший пульс имеет лошадь. Давайте найдем лошадь. Лошадь. Пульс. Ну во-первых это 30-45. Да. Действительно. Вроде как подходит. Но. Дело в том. Что лошадь это у нас не парнокопытное животное. Поэтому это неверный вариант. Вот так у вас еще составители решили тоже путать. Ну а в остальном по классике выбираем только то, что вам дано. Если вам сказано там дан один график. В пунктах выбора сказано, что там вода вскипает при 100 градусах. Или курить вредно. Но у вас этого нет в графике. Вы не выбираете это. Даже если это правда. Выбираем только то, что есть по графику, таблице, диаграмме. Чему угодно. И пожалуйста внимательно читаем биологическую ошибку. Не надо читать. Такие так. Ну второе вроде подходит. Третье вроде подходит. Дальше не буду читать. Не лень. Нет. Читаем все. Выбираем все. Ну выбираем не все. Но читаем внимательно все. Анализируем прям каждый пункт. Убеждаемся, что все остальные точно не верны. Плюс смотрите на единицы, в которых вам дано все это. У вас может быть там написано в ударах там в час. В таблице удары минуту. Какие-нибудь. Или какие-нибудь другие единицы измерения. Тоже все это сайден сити. Задание 22. Ожидаем задание на вопрос про то, адекватный ли отрицательный контроль. Это уже не то, чтобы какая-то новинка. Но тем не менее важно здесь не потерять. Ну например, вот вам данный эксперимент. Да. И в конце вопрос. Можно ли считать такой контроль адекватным? И почему? И вам просто нужно описать все. То есть здесь ничего сложного. Ничего нового нет. Вы же сами писали отрицательный контроль. Там должен быть такой-то, такой-то. Это вы всегда писали шаблон, что там остальные параметры оставить без изменений. И здесь вам дают какой-то отрицательный контроль. И вы должны расписать, почему же он неадекватный. Найти почему. Ну вот тут у нас нет, так как использован другой сорт растения. Они по-разному могут реагировать на изменения углекислого газа. Другой сорт, другой вид. Там чего-то еще изменения. Это вот прям классика. То есть нам нужно в отрицательном контроле использовать все то же самое, только без влияния независимой нашей переменной. А все остальные параметры оставить без изменений. Поэтому если у вас там поменяли что-то еще, то вы пишете, что нет. Конечно же это неадекватно. Вы тут еще вот это поменяли. Это может повлиять на то-то, то-то. В общем тоже классика. Просто не растеряйтесь, когда увидите такой вопрос, а не какое-то шаблонное задание, которое вы привыкли решать. А еще, пожалуйста, да, не забывайте писать здесь шаблонные фразы, которые очень нужны. Ну, например, да, поясните, почему такой контроль нельзя считать адекватным. Мы говорим, что зависимость между независимой переменной и зависимой переменной не удастся установить в явном виде, потому что есть вот эта некая побочная переменная, которая также влияет на нашу зависимую переменную. Постановка отрицательного контроля. Когда мы его ставим, мы обязательно пишем остальные параметры. В скобочках указываем, какие конкретно параметры и примеры какие-нибудь оставляем без изменений. Ну и нулевая гипотеза, да, просто когда ее пишем, говорим, что там независимая переменная не зависит от зависимой переменной. Наша нулевая гипотеза. Тоже все здесь по классике. 27-ое задание. Ожидаем Харди Вайнберг. Конечно же, наш любимый. Но, вероятно, в этом году будут самые простые задачи уже на равновесную популяцию. Здесь тогда ничего сложного нет. Давайте посмотрим задание. У земляники окраска плодов определяется одним геном и наследуется пути по неполного доминирования. Популяция земляники лесной. Красные плоды имеют 128 из двух старых стеней. Рассчитайте частоты аллилей, красные и белые окраски, а также частоты всех возможных генотипов, если известно, что популяция находится в равновесии Харди Вайнберга. Здесь вам уже дали, что она в равновесии, поэтому все остальное легко. Единственное, здесь часто все путают частоту аллеля и частоту генотипа. Следите за этим. Вам сказали, что 128 из двух старых имеют красные плоды. Поэтому мы говорим, частота растений с красными плодами составляет... Мы берем то, что нам нужно, делим на общее количество, чтобы узнать, как часто они встречаются. Все, класс, нашли. Дальше вот тоже здесь шаблон. Здесь квадрат, если что. Шаблон, который важно написать. Ввести вот это вот обозначение, что такое П квадрат, что такое К квадрат. И вообще, когда вы пишете вторую часть, представьте, что ее читать будет человек, который абсолютно не знает вообще биологию. Не в обиду экспертам, но вам нужно максимально все пояснять. На самом деле, даже не какие-то новые задания, новые типы забирают больше баллов на ЕГЭ, чем ваша невнимательность, ваше неумение читать задания, и краткость. Краткость в случае ЕГЭ по биологии не сестра таланта. Здесь нужно прям все суперподробно пояснять. Если вы дали какой-то термин, поясните. Вы никогда не знаете, что в ключах. Вдруг там есть пояснение этого термина. Поэтому все пишем максимально подробно. Так, ну мы говорим, мы вводим вот это П квадрат наше. Да, мы говорим, что красные плоды имеют растения с генотипом А большое-большое, частота которых в равновесной популяции составляет П квадрат. Класс, мы знаем П квадрат, значит мы можем найти П. Мы нашли вот тут частоту генотипа. Дальше ищем частоту аллеля. Просто извлекаем корень. Мы знаем П квадрат, надо найти П. Базовая математика, корень из П квадрата будет П. Здесь мы это и нашли. Дальше у нас есть формулы. Две формулы для Харди Вайнберга. Это у нас П плюс Ку равно единица. То есть доля доминантного аллеля плюс доля рецессивного аллеля в сумме дает единицу. И П квадрат, это А большое-А большое плюс 2ПКу, доля гетерозигот. И плюс Ку квадрат, А малая-А малая, тоже в сумме дает единицу. Мы на данном этапе знаем П квадрат, в первую очередь посчитали. Из П квадрата достали корень, нашли П. Дальше мы легко находим Ку. Мы просто от единицы отнимаем П, находим Ку. Класс. И дальше нам остается просто найти долю гетерозигот. Для этого 2 умножаем на П, умножаем на Ку. И найти долю рецессивных гомозигот. Для этого просто К умножаем на Ку. Все. Класс. Задача решена, 3 баллы получены. Пожалуйста, даже если вы еще не подступались к этим задачам, их можно успеть научиться решать. Очень вам советую это сделать. Их можно научиться решать буквально за 2 часа. Так, здесь уже не Харди Вайнберг. Здесь у нас уже биосинтез белка. Палиндромы тоже как бы классическое задание. Но у вас в этом году могут быть неравные участки. Многих это может запутать. Но ничего сложного. Просто имейте в виду, что здесь у вас может быть не сразу там палиндром начинаться. А вот они неровные концы. Также, несмотря на то, что все вокруг кричат, что будет палиндром, будет Харди Вайнберг. Все равно у вас может быть цикл растений. Обратите внимание на цикл у Лотрикса какого-нибудь, который редко встречался на ЕГЭ. У вас может быть деление клетки. Точно так же поясните, сколько ромосом в метафазе 1 миоза, почему и так далее. Кстати, есть у меня в телеграм-канале очень хорошая табличка, где есть ко всему пояснение. Тоже, если вдруг вы еще не делали этого, можете почитать, найти в файлах или забить деление. Возможно, как-то так оно записано. Ну и, конечно же, открытая рамка считывания, которая включает старт-кодон, стоп-кодон. Тоже, это уже тоже классика. То, что было в прошлом году. Надеюсь, вы это тоже все разбирали. Линия 28. Наша любимая генетика. Ну, понятно, что задачи на Минделе очень маловероятно, что они будут. Неполное доминирование. Это вообще все типы, которые у нас есть. Ну и, конечно, в этом году больше всего мы ждем голандрический тип наследования. Но не просто голандрический тип наследования, а с чем-то смешанный. Например, с псевдоутасомными участками. Но тоже классика. Тоже все это было. Но, да. Здесь может быть задача на Марганиды, где мы ищем расстояние. Вот как в прошлом году, да, нам было дано процент кроссоверных особей. И мы искали расстояние между генами. В этом году может быть наоборот. Есть вот такая вот формулка. У вас может быть дано количество кроссоверных особей. И по количеству кроссоверных особей вам нужно будет найти расстояние между генами. Нам нужно знать, что процент кроссинговера, то есть 1% кроссинговера, это одна марганинда. Да, то есть это как раз расстояние между генами. Равно у нас чему? Количество кроссоверных особей, деленное на общее количество особей. Ну, еще умножаем все это на 100. Класс, супер, так находим расстояние между генами Тоже ничего сложного Конечно же, несмотря на то, что опять-таки все кричат про эти два типа задач У вас все еще могут быть задачи на крест-кросс И другие различные задачи тоже могут быть на летальность Обратите внимание, там у вас во многом чаще всего получается расщепление 6 к 2 к 1 Если у вас крестинговер, то у вас получается 2 большие по численности группы, 2 малые по численности группы Очень часто даже просто по расщеплению можно понять, что здесь за тип Мы с вами обсудили немножечко по линиям А дальше посмотрим на некоторые сложные темы, которые мы очень ждем в этом году И первое это дрейф генов Что такое дрейф генов? Это случайное, ненаправленное, не обусловленное действием естественного отбора Изменение частот встречаемости генотипов популяции олелей Например, у вас была какая-то популяция Там у вас встречался генотип А большое-А большое с частотой 0,7 А малое-А малое с частотой 0,2 пусть будет И гетерозиготы 0,1 И что-то произошло Допустим, там часть материка какого-нибудь откололась Или там произошла глобальная засуха Или там вулкан извержения Часть особей погибла И теперь у нас частота встречаемости совершенно другая Теперь у нас доминантные гомзиготы встречаются с частотой 0,5 Эти встречаются с частотой 0,3 А эти с частотой 0,2 Если у вас в задании как-то там сказано про то, что изменилась частота встречаемости генотипов То почти с большой и очень уверенностью это дрейф генов Тут у нас есть два эффекта Эффект основателя Это когда новое место заселяют небольшое количество особей И конечно же, конечно же, их гены будут дальше распространяться Могут заселить Вот такие могут заселить Вот такие могут заселить Вот такие Понятно, что дальше в новой популяции Вот от этих красных будет преимущественно красные Вот от этих нижних синих будут преимущественно синие И эффект бутылочного горлышка Что это такое? Он уже встречался Это снижение генетической разнородности В результате резкого сокращения численности С последующим ее восстановлением Его так называют, потому что популяция проходит через этап очень маленькой численности И все это похоже на бутылочное горлышко Вот здесь вот оно Совсем маленькая численность Кажется, что вид вот-вот выморит Но нет, они нормально-таки восстановили свою численность Но когда численность сократилась, очень многие какие-то аллели и гены потерялись И у нас в итоге будут гены тех, кто выжил вот тут в период этой маленькой численности И важно понимать, что дрейф генов у нас не обусловлен действием естественного отбора То есть это абсолютно какие-то случайные факторы, которые могли произойти Давайте посмотрим на задание Большинство представителей финского этноса сформировалось в результате географической миграции Небольшого числа индоевропейской популяции людей Примерно 3200 человек То есть нам говорят, что вот у вас есть финский этнос И он сформировался из небольшого числа индоевропейской популяции людей В период с 1800 года финская популяция начала быстро расти И при этом оставаясь изолированной от соседних народов Пожалуйста, читайте внимательно задание Вам вот прям максимально подсказывают, намекают Вам говорят, что она оставалась изолированной Известно, что наследственное генетическое рецессивное заболевание гиперплазия хряща Встречается в финской популяции с частотой 3 заболевания на 1000 человек При этом в целом по популяции людей такое заболевание встречается с частотой 2-3 на 100 тысяч То есть, короче говоря, у вас в финской этносе намного чаще встречается заболевание И нас спрашивают, какая движущая сила эволюции привела к изменению в частоте встречаемости заболевания Вот у вас частота встречаемости какого-то генотипа Пожалуйста, дрейф генов, а именно эффект основателя Почему эффект основателя? Да потому что вам здесь сказали, что этот финский этнос Сформировался из небольшого числа индоевропейской популяции людей То есть, пришли какие-то люди У них, вероятно, вот люди, которые обосновали эту популяцию У них было много, ну они сами были больные, короче говоря И в итоге в финском этносе большая частота встречаемости заболевания Мы говорим, да, что в части популяции, с которой сформировался современный финский этнос Частота заболевания была повышена И дальше нам сказали еще, что популяция оставалась изолированной от соседних народов И получается, что новые гены никакие туда не поступали То есть, просто это заболевание, оно распространялось, распространялось и распространялось Вот, поэтому мы говорим, что благодаря длительной изоляции заболевание распространилось популяциям Дальше нас спрашивают Почему в последнее столетие количество людей, у которых проявляется данное заболевание, снижается? Ну, что у нас происходит в последнее столетие? В последнее столетие у нас уже нет какой-то изоляции Можем долететь куда угодно, доехать Поэтому мы говорим, что в последние сто лет популяция не изолирована Или что у нас распространились браки И поэтому, собственно, у нас заболевание снижается. Почему? Потому что заболевание чаще всего рецессивное, проявляется в гомозиготном состоянии рецессивном. Соответственно, чем больше у нас доминантных аллелей, тем меньше у нас будут встречаться больные люди. Все. Еще одно задание, тоже такое интересное, про бабочку монарх. Нам говорят, что она способна мигрировать. Так, в Америке ее ареал распространяется на два континента. Считается, что вид возник на территории американского континента. И уже потом кто-то там смог мигрировать на территории Океана и Австралии, а также Европы и Северной Африки. Но массовой миграции не наблюдалось. То есть, опять-таки, вот кто-то, какая-то часть популяции исходной, пришла и заселила новую, основала новую территорию. Поэтому что это у нас опять? Опять у нас дрейфгенов, эффект основателем. При изучении генетического разнообразия популяции оказалось, что самой разнообразной является американская популяция. Ну, конечно, потому что она исходная популяция. Тогда как в популяции Австралии и Северной Африки генетическое разнообразие снижено. Почему же оно снижено, интересно? Да потому что особи, которые перелетели и обосновали вот эту вот, кого у нас там, Австралийскую, Северную Африку, в общем, эти две популяции, да, особи, которые их обосновали, они не представляли всех возможных генетипов. То есть, не все особи, которые исходно у нас были, а какая-то часть. И, конечно, это какая-то часть не несла в себе всех возможных генетипов. Ну, и, собственно, вот нам и говорят, что заселение Австралии и Северной Африки происходило однажды небольшим количеством особей из материнской популяции. Генетипы переселенцев не представляли все варианты исходной популяции. Да, то есть, тут все были, а сюда какие-то долетели, какие-то не долетели. Вот так и получилось. И какое явление? Дайте описание этого явления на примере бабочки монарха. Кстати, знаете, что еще наблюдаю? Наблюдаю, что многие правильно там называют какое-то явление. Но потом, когда просят дать описание этого явления, просто дают определение этого явления. Там просто написать, что такое дрейфгенов. Но вам нужно связать термин с конкретным заданием. Поэтому вы описываете здесь все, опираясь на задание. Вот как вот у нас тут в ключах. И почему в австралийской и северной африканской популяции распространены разные генотипы по отношению к исходной американской популяции? Ну, потому что, опять-таки, лишь какая-то часть исходной популяции, какие-то особи отдельные перелетели и обосновали новую территорию. Это не было сразу какой-то массовой миграции. И переселенцы, мы говорим, дали начало своим популяциям. Поэтому частоты генотипов новой популяции отличаются от исходной. И популяции в Северной Африке и Австралии образовались от разных предков из исходной популяции. То есть, заселение происходило параллельно. Ну, вот мы видим, что у нас в Северной Америке есть 4 варианта генотипа. В Северной Африке 2 варианта и в Австралии тоже 2. При этом в Африке и Австралии они абсолютно разные. Ну, опять-таки, почему? Потому что вот исходно такие особи прилетели, такие и распространились. Все. И еще одно интересное задание. Тоже все еще на Древгенов. Нам говорят, что численность нарвалов сейчас достигает 170 тысяч особей. И вот Международный Союз Охранной Природы в 2017 году перевел нарвалов из группы видов, находящихся под угрозой вымирания, в группу видов, которые вызывают наименьшие опасения. Но, как показало геномное исследование, нарвалы генетически однородны для такой большой подчисленности популяции. Каким образом могла сформироваться такая генетическая однородность? Мы с вами говорили, да, что генетическая однородность будет тогда, когда популяция проходит через этап, когда у нее очень маленькая численность. И нам как раз говорят, да, что вот они перевели этих нарвалов из группы видов, которые находятся под угрозой вымирания, в группу видов, которые вызывают наименьшее опасение. То есть получается, что в какой-то момент численность нарвалов была очень маленькая. Численность сократилась, часть генов потерялась. И вот тот, кто выжил в тот момент, те и дали начало новой популяции. Все. Так как говорим, что родоначальником современной группы являлась небольшая группа генетически близких особей, да, и вот оно, вот это пример бутылочного горлышка. То у нас был эффект основателя, когда у нас заселяют территорию, образуют популяцию новую. Здесь у нас бутылочная горлышка, популяция проходит через этап очень маленькой численности. Гены, имеющиеся у выжигших особей, распространились в растущей популяции. Генетическая однородность, ну, дальше какие-то вопросы, да, а что у нас там, чем опасен низкий уровень генетического разнообразия. Ну, в общем, там уже ответов. Нам важно было посмотреть на пример дрейфа генов. Хорошо, идем дальше. Уже совсем другое. Теория дрейфа континентов, дрейф генов и дрейф континентов абсолютно разные вещи. Теория дрейфа континентов, это про что? Это про то, что раньше у нас континенты представляли собой, вот у нас Австралия, Африка и Южная Америка, они были единым континентом, пангей. А дальше они раскололись. И, собственно, это помогает понять, да, почему сумчатые животные сейчас встречаются только в Австралии. Потому что на других континентах их вытеснили плацентарные млекопитающие. А Австралия, она сейчас изолирована, да, и там у них нет хищников, ну и так далее. Вот. И помимо этого, флора и фауна Африки и Южной Америки, они достаточно похожи. Что странно, потому что между ними вон какое огромное расстояние. Тем не менее, они похожи. А почему они похожи? Да потому что изначально это все был общий континент, на котором брызовывались одинаковые какие-то особи. И получается, что относительно эволюционно недавно между ними образовалось такое расстояние. Ну а что нас тут спрашивают? Рассмотрите рисунок, на котором демонстрируются ареалы трех видов современных двоякодышащих рыб. Какими мафрологическими особенностями обладают представители данной группы рыб. И, используя понятие дивергентная эволюция видов, объясните происхождение двоякодышащих рыб. Знание какой теории в области геологии позволяет построить объяснение в логике дивергентной эволюции видов. Вот мы и говорим, что согласно теории дивергентной эволюции, все существующее в настоящее время виды произошли от исходных ископаемых принтков. Так, ну это вопрос на ответ на предыдущий вопрос. Да, вот у нас теория дрейфа континентов как раз таки. В общем, если вы видите словосочетание Австралия, Африка и Южная Америка, это скорее всего теория дрейфа континентов. Виды образования. Нужно очень хорошо знать, как происходит образование новых видов. Здесь нас просят объяснить, какие ключевые эволюционные процессы происходят при изоляции родственных популяций и какая у них роль в видообразовании. Что у нас происходит? Во-первых, у нас в видообразовании бывает два вида, географическое и экологическое. Географическое, когда есть какая-то физическая преграда, и экологическое, когда у нас просто там виды пришли на разные экологические ниши, например. Кто-то у нас теперь питается плодами, обитает постоянно на деревьях. Кто-то питается травой, обитает на траве. Да, в итоге они больше времени... Одни проводят больше времени наверху, другие на земле. И они мало соприкасаются друг с другом. И у них, естественно, отбор работает по-разному даже. Тот, кто находится на деревьях, им нужны одни приспособления. Тот, кто на траве, им другие и так далее. И что мы говорим? Мы говорим, что прекращается обмен генетическим материалом между популяцией в первую очередь. Потому что вот возникла какая-то изоляция, виды не скрещиваются. Не виды еще, а группы вот эти две. Они не скрещиваются и, соответственно, накапливаются отличия благодаря действию факторов эволюции. Потому что, опять-таки, в одних условиях одно будет полезно, в других другое будет полезно. У каждой группки возникают свои какие-то мутации. В общем, различные факторы эволюции действуют по-разному на эти группы. Дальше возникают новые признаки, которые препятствуют скрещиванию представителей разных популяций. И перед тем, как у вас образуются две разных популяции, возникает репродуктивная изоляция. То есть, они уже настолько различны, у них настолько накопились различия, что они просто уже не могут физически друг с другом скрещиваться. И все. Нужно вот уметь пояснять, как образуются два новых вида, какие-то ключевые процессы и тому подобное. Едем дальше по эволюции. Дальше у нас датирование. Может встретиться. Давно не было, да, вот этого радиоуглеродного датирования. Не было каких-то про паентологию, про то, там, например, был вопрос про то, почему вот черви и моллюски исчезли. Да, мы их не видим, каких-то ископаемых форм. А позвоночных так много. Да потому что у червей и моллюсков нет твердых структур. Ну вот интересное задание. Одной из важнейших проблем в изучении ископаемых органических остатков является определение их возраста. Как ученые определяют возраст останков? У нас есть относительная и абсолютная геохронология. Относительная геохронология не позволяет установить нам четкий возраст того или иного ископаемого остатка. Просто она говорит, что окей, ты расположена более высоко в геологическом пласте, ты ниже расположена, значит тот, кто ниже, он более древний. То есть оно просто основано на сравнении. А абсолютно уже позволяет это нам сделать. Как ученые определяют возраст остатков? В чем их особенность? Какой метод будет использовать ученые при оценке возраста костей ископаемого примата и почему? Ну, дальше все это поясняется. В основе относительной геохронологии лежит представление о том, что поле поверхностной плазменной коры всегда моложе лежащего под ним. В основе абсолютной геохронологии лежит естественная радиоактивность некоторых изотопов химических элементов. Это вот как раз про радиоуглеродное датирование и так далее. Ну и, соответственно, как раз его мы и будем использовать при оценке возраста костей. Тоже задание вот еще с ЕГЭ. В чем суть радиоуглеродного датирования в палеонтологии? Для чего используют этот метод? И почему используют именно углерод? Для чего используют? Для того, чтобы определить возраст. В основе лежит явление естественной радиоактивности одного из изотопов углерода. То есть когда организм жив, он обменивается с окружающей средой, веществом и энергией. Он накапливает в себе изотоп углерода. И после смерти радиоактивный углерод будет распадаться. И, соответственно, радиоактивный углерод накапливается в течение жизни организма. После смерти радиоактивный изотоп углерода распадается. Нерадиоактивный нет. И по соотношению мы как раз можем определить, сколько же тому или иному остатку лет. в экологии обратите внимание на различные правила правила алина бергмана глогер это тоже все уже классика правила гауза принцип гауза это конкурентное исключение то что у нас два вида не могут занимать одинаковую экологическую нишу все это приведет к тому что один вид вытеснит в итоге другой закон шелфорда бочка либиха рк стратегии выживания тоже все это может встретиться на плюс возможно какие-то интересные вопросы там на ограничение среды да там почему бактерии не может быть большой но здесь это все классика давайте дальше очень много возможно будет задание на осмос давайте посмотрим на пример нам говорят что у нас связи с поднятием уровня мирового океана на планете возрастает дефицит пресной воды и увеличивается количество засоленных вод по этой причине растения которые имеют адаптации к обитанию в засоленной среде галафиты будут распространяться все больше одна из групп галафитов называется и у галафитами это те кто накапливают соль нам они легко поглощают соли из почвы и нам нужно объяснить как это им помогает такой среде жить нам даже сказали что используете сведения и знания об осмосе и почему растения без данных адаптаций погибают в такой среде ну что у нас получается у нас получается что в окружающей среде большое количество солей да и тогда водичка по закону осмоса будет просто выходить и покидать растения и все до свидания поэтому поэтому растения такие умные они взяли решили накапливать соли у себя внутри чтобы вода наоборот заходила по закону осмоса чтобы у них была выше концентрация солей и водичка в них заходила все говорим поглощая соли из почвы растения накапливают их в экулях осматический потенциал растений выше осматического потенциала почвенного раствора это препятствует обезвоживанию ткани растений за осмоса да то есть не дает выходить водички потому что водичка задерживается там внутри солено у растений без данных адаптации осматический потенциал ниже осматического потенциала почвенного раствора и вода из-за осматических сил выходит из ткани во внешнюю среду могут быть абсолютно разные задания на осмос просто нужно знать такое явления. Тоже повторите. Дальше. Механизм обратной связи. Очень интересная на самом деле тема. Тоже уже не совсем новинка, но тем не менее. Что такое система обратной связи? Это просто какой-то цикл событий, в котором состояние организма будет оцениваться и изменяться дальше как-то. Давайте на примере, чтобы было понятно. Например, мы знаем, что у нас есть гормон пусть будет глюкогон. Глюкогон глюкогон. Он как бы гонит глюкозу в кровь, чтобы запомнить его функции, гонит глюкозу в кровь. В результате в крови увеличивается содержание сахара. Вот это повышенное содержание сахара способствует тому, чтобы у нас происходил выброс инсулина, который снижает уровень сахара. И дальше выделяется инсулин, приходит инсулин, и в результате уровень сахара снижается. Вот классический пример. Вот здесь у нас картинка про значение pH крови. Допустим, у нас повысился уровень углекислого газа. Уровень углекислого газа повысился, и рецепторы кровеносных сосудов улавливают вот это повышение концентрации углекислого газа, что произошло закисление крови, и они посылают сигналы в дыхательный центр подолговатого мозга, который передает импульсы к диафрагме, к межреберным мышцам, и в итоге мы начинаем чаще дышать. И это приводит к тому, что у нас снижается уровень углекислого газа и нормализуется уровень pH. И все. И вот тоже очень интересное задание. Адренокортикотропный гормон синтезируется в гипофизе из белкового предшественника. Ага. При образовании одной молекулы АКТГ также образуется меланостимулирующий гормон. Ага. Давайте тоже выделим себе. Меланостимулирующий гормон регулирует образование меланина в коже и его представленность в эпидермисе. При недостаточности надпочечников у человека может развиваться бронзовая болезнь. Как при этом изменяются концентрации кортизола, адренокортикотропного гормона и релизинг гормонов крови у человека? Ответ поясните для каждого вещества и почему в результате развития заболевания бронзовит кожа? Ну, если у нас тоже по механизму отрицательной обратной связи, если какой-либо железой вырабатывается слишком мало гормона какого-то, то увеличивается выработка тропных гормонов гипофиза и релизинг факторов, да, либеринов, гипоталамуса для того, чтобы у нас опять поднять выработку этого гормона. То есть у нас релизинг гормоны, релизинг факторы будут действовать на гипофиз, стимулируют образование большего количества тропных гормонов, а уже тропные гормоны будут действовать на саму железу и говорите ей, давай, поднимай выработку гормонов. И здесь, собственно, так у нас и происходит. Ну, и наоборот, то же самое, да. Как при этом изменяются концентрации кортизола, адренокортикотропного гормона и релизинг гормонов крови у человека? Как при этом? Причем, если у нас недостаточность надпочечников, то есть получается, что у нас недостаточность надпочечников, значит, у нас мало кортизола, мало гормон, которые они вырабатывают. Концентрация кортизола уменьшается из-за того, что нарушена функция. Из-за того, что концентрация кортизола уменьшилась, нам нужно поднять его выработку. Что происходит? Концентрация адренокортикотропного гормона, да, будет увеличиваться, а концентрация релизинг гормона тоже будет увеличиваться. То есть, все это направлено на то, чтобы поднять выработку этого кортизола. И здесь еще вопрос, почему у нас заболевание, в результате заболевания образовеет кожа? Ну, нам вначале дали, да, что при образовании одной молекулы АКТГ образуется также меланостимулирующий гормон, то есть тот, который регулирует образование меланина. Ну вот, у нас адренокортикотропный гормон, его же становится больше, как мы уже сказали, и в результате стимулируется образование меланостимулирующего гормона, да, потому что у нас при образовании молекулы АКТГ образуется еще и МСГ. Ну вот, пожалуйста, поэтому и бронзовеет кожа, потому что образуется больше меланина из-за этого МСГ. Вот, просто это пишем. При повышенном количестве актг образуется избыточное количество мелан стимулирующего гормона и стимулирует это образование темного пигмента меланина в коже все так класс класс дальше продукты выделения ну тоже классическая достаточно тема нам нужно помнить что у нас продукты азотистого обмена то есть продукты обмена белков и нуклеиновых кислот содержит аммиак мочевину мочевую кислоту да но в зависимости от того какой образ жизни ведет организм тот или иной вид может преобладать аммиак аммиак и так токсичное вещество оно является конечным продуктом азотистого обмена у животных которые живут в воде просто потому что аммиак легко растворяется до быстро выводится из организма то есть он смывается с организма дальше мочевина мочевина у нас синтезируется из аммиака в печени и почках и она уже гораздо гораздо менее токсичная поэтому она может выделяться у наземных позвоночных ой наземных позвоночных принципе у животных которые живут на суше и последнее это мочевая кислота она плохо растворима воде и она может она способствует тому чтобы образовал образовывалась такая вот густая моча кашицеобразная моча это нужно для того чтобы максимально экономить воду вот но тоже пример задания моллюски освоили морские пресные водоемы а также наземную воздушную среду одной из причин эволюционной успешности моллюсков может по праву считаться их разнообразие стратегии регуляции водного обмена сравните количество мочи которое выделяет беззубка который у нас живет в водной среде и садовый слизень чем может быть обусловлено такое различие и какой выделительный продукт используют в качестве основного беззубка и садовый слизень беззубка у нас живет в воде поэтому она выделяет у нас большее количество мочи она использует аммиак потому что она живет в воде и соответственно для того чтобы вводить аммиак нужно много воды большой объем воды потому что аммиак хорошо растворяется в воде и это очень токсичное вещество поэтому его нужно максимально быстро выводить а у беззубки ой точнее у садового слизня у него будет уже мочевая кислота потому что он живет в наземной воздушной среде и мочевая кислота не требует большого количества воды для выведения вот садовый слизень экономит воду хорошо идем дальше ну что еще может быть закон гопомологических рядов наследственно изменчивости тоже это было задание в 2022 году в целом задание 2022 года будет не лишним повторить можете опять таки зайти ко мне в телеграм-канал там есть файлик буквально один из последних файлов ну либо опять файлов просто посмотрите там есть задание с егэ двадцать второго года собранные все вместе там что больше 40 заданий не лишним будет посмотреть мутации нужно знать разные всякий синдром клендефель шерешевского тернера кошачьего крика вам могут нарисовать кариотипы и спросить что же здесь за мутация как она проявляется что-нибудь такое почему она появляется гемоглобин фитальный гемоглобин миоглобин тоже классика я про это тоже писала в телеграм-канале можете загуглить по слову там гемоглобин еще что-нибудь годичные кольца задания тоже с егэ двадцать второго года про плавательный пузырь кстати интересно что составитель например надо сроки взяли задание сега прошлых лет просто его немножечко изменили поэтому полезно читать задание егэ прошлых лет но все-таки нужно делать упор не на просто зубрежку какую-то ключей а именно на понимание вот плавательный пузырь про это тоже прям подробно написала тоже не так давно в телеграм-канале тоже можете загуглить посмотреть может бы быть всякие разные интересные вопросы про реабсорбцию там в общем море всего можно спросить вот например заданием тоже по моему со 22 года как раз да это что у нас один человек пил соленый раствор другой нет как же изменится объем мочи у каждого испытуемого ответ поясните получается что кто у нас там пил они могли бы только в ходе эксперимента первый испытуемый пил литр соленого раствора второй литр дистиллированной воды как изменится объем мочи у каждого испытуемого первый пил у нас соленый раствор поэтому моча у нас будет уменьшаться объем мочи водичка будет задерживаться в организме почему потому что реабсорбция у него будет раз у него воды у раз у него мочи становится меньше значит реабсорбция то есть обратное всасывание воды происходит активнее да если мало мочи значит реабсорбция активнее если наоборот много мочи значит 3 абсорбция ослаблена вот получается у него усиливается обратное всасывание воды это усиливается реабсорбция из-за того что у него увеличена концентрация соли в крови то есть водичка выходит из канальцев нефрона в сторону более концентрированного раствора у второго испытуемого объем мочи увеличится наоборот уменьшится концентрация соли в крови и ослабнет обратное всасывание возвятых канальцев нефрона. Тоже нужно понимать, как связана реабсорбция с концентрацией там в крови, в мочи. Тоже задание было, да, почему там при сахарном диабете, например, увеличивается мочеобразование. Тоже интересное задание на эту тему. В общем, все это советую вам тоже повторить, порешать задание ЕГЭ прошлых лет. Главное, самое главное, очень внимательно читайте задание, смотрите, чтобы вы все ответили, потому что многие любят почитать последний вопрос во второй части и чисто на него ответить. А там то, что у вас еще 10 вопросов забыли, забыли, потому что на радостях ответили только на последний, то, что мы его знаем. Пишите максимально все подробно, вы со всем справитесь, все получится. Помните, что вариант не будет каким-то просто полностью от и до гробовым, настолько, что там просто каждый вопрос в каких-нибудь вузовских учебниках только написан. Нет. У вас может быть в варианте там одно, два, ну максимум три задания каких-то сложных, эвристических, но во всем остальном вариант будет абсолютно классический. Вы к этому готовились целый год, кто-то полгода, в любом случае вы готовились, поэтому все у вас получится. Подписывайтесь на канал, читайте там то, что я сказала. Вот, если какие-то вопросы пишите, я вам советую, советую, советую вам удачи, желаю вам удачи, вы со всем справитесь. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok